Весенний день год кормит. И сегодня как раз такой день. У нас цветет клубника. И это очень важный период в жизни нашей любимой ягоды. В этом видео я расскажу вам, как правильно ухаживать за клубникой во время цветения. Как правильно и чем подкормить, как полить, как правильно защитить и как вообще свести к минимуму уход за клубникой во время плодоношения. А если вы досмотрите видео до конца, то узнаете, как дешево и эффективно защитить свою клубнику от птиц. Растение тратит огромное количество сил и энергии на цветение и плодоношение. И если их не хватит, ни сил, ни энергии, ни подкормки, то и плодоношение будет слабым. Особенно это актуально, это поддержка. Сейчас, когда у нас весной, у многих, о многих регионах были серьезные возвратные заморозки. Много где цветки подмерзли. Особенно обидно, что страдают первые цветки, которые дают самую крупную, самую классную ягоду. И растения, кроме того, что они потеряли эти цветки, они и сами слабеют от воздействия заморозков. Поэтому сейчас наша задача помочь растениям пережить вот эти все похолодания, восстановиться и хорошо отплодоносить. Кстати, есть маленький секрет. Я всегда сажаю на своем участке не менее трех сортов клубники. Почему? Под заморозки у меня попала только ранняя и средняя клубника частично. Поздняя от заморозков ушла. Когда была температура минус 6, она вся была еще в бутонах, которые вообще лежали на земле и даже не показывались. Если вы сажаете клубнику разных сроков созревания, вы гарантированно получите урожай хороших ягод даже в самую неблагоприятную весну. Первое, что я делаю, когда моя клубника зацветает, это прополка. Хотя тут немного сорняков, но тем не менее, где-то вот тут осод затесался, где-то пырей, где-то однолетние сорнячки. Они все равно где-то всходят. Чтобы как можно меньше тревожить клубнику, когда она цветет и особенно, когда она плодоносит, чтобы не загрязнять ягоды во время прополки, сделайте тщательную прополку сейчас, пока еще можно. И для прополки я очень люблю пользоваться вот такой вот, я ее называю драбка. Она рыхлит поверхностный слой, минимально повреждает корни и ей можно сгребать вот эту вот ненужную траву. И, конечно, при прополке клубники я запасаюсь совочком, чтобы выкапывать длиннокорневихные сорняки. Это одуванчики, это осод и прочую живность. Во время прополки, помимо удаления сорняков, я всегда удаляю и больные листья, а также удаляю усы, которые могут появляться в это время. Если первые больные листья – это источник инфекции, который нам здесь не нужна, то вторые просто оттягивают на себя все питание, которое должно идти на образование ягод, а не на размножение. Поэтому я пропалываю, вытягиваю все ненужное. Главное, запомните, у клубники очень поверхностная корневая система, поэтому бережно работаем. А вот и наш усик, вы видите. Вот мы его сейчас и уберем. И листики больные. Второе, что я делаю, это выравниваю почву на грядке, чтобы не было никаких ямок, чтобы там ничего не застаивалось. И бывает такая проблема, особенно со старыми кустами, взрослыми, и особенно со жилой почвой. Их может выпирать, и шейка, сердечко вернее, корневая шейка, сердечко, вот здесь оно находится, оно может оголяться. А у клубники, плюс еще запомните, поверхностная корневая система, нам это еще приводится. И если происходит вот это оголение, клубника останавливает рост, ягода получается мелкая. Поэтому выравниваем почву, можно при помощи тяпочки, можно лопаткой, можно даже просто ладошкой. И подсыпаю торф, либо компост в те места, где у меня есть оголение. Повторюсь, у клубники очень развитая, мочковатая, как мочалочка такая, корневая система. И она поверхностная, и очень легко повреждается засухой, повреждается во время зимы. Поэтому так важно мульчировать ее и осенью, и сейчас, когда идет плодоношение. Выравниваем и между кустами. Третье, что мы должны сделать, когда ухаживаем за клубникой, полить. Причем полить очень обильно. Ну, это можно делать только в том случае, если у вас уже установлен капельный полив. Это, кстати, здорово. Потому что клубника очень требовательная к влаге растения. Она влаголюбива. Если мы будем ее поливать по остаточному принципу, мы никогда не получим хорошую ягоду. И в целом, если у вас дождей давно не было, на один квадратный метр клубничной грядки должно быть не менее 20 литров воды. Не менее 20 литров. Это два ведра. Их можно вносить за 2-3 приема, чтобы вода не стекала, а постепенно впитывалась. И здесь еще один важный момент. Мы с вами следующий этап будем делать. Это подкормку по листу. Но многие из наших садоводов-любителей предпочитают органику. Предпочитают, допустим, вносить сюда хороший перегной, подкармливать золой, различного рода бродилками. Так вот, если вы придерживаетесь внесения удобрений в почву, поливом или россыпью, сделайте это до мульчирования вместе с поливом водой. Если же предпочитаете подкармливать по листу, то будем это делать чуть попозже. Многие спрашивают, когда лучше всего поливать клубнику. Утром, днем, вечером. Если посмотреть, как происходит все в природе, дожди идут независимо от расписания. Утро это или поздний вечер. Главное условие. Вода не должна быть ледяной. Особенно сейчас, когда погода теплая, почва хорошенько прогрелась и воздух уже плюс 25, а то и выше. Почему? Холодная, слишком холодная вода, особенно когда мы вносим очень много, вот представьте, 20 литров воды на один участок, может вызвать переохлаждение корневой системы. Особенно корневых волосков. Они крайне нежные. Одно дело, когда вы полили, слегка увлажнили уже влажную почву. Другое дело, когда вы делаете хороший влагозарядковый полив, чтобы полностью промочить на весь горизонт корнеобитания слой почвы. Поэтому лучше брать воду отстоянную и, так сказать, комнатной температуры. А по времени полива придерживайтесь, пожалуйста, следующего. Если вы поливаете из лейки, то желательно, чтобы это уже было время, когда солнышко клонится на запад, когда нет прямых солнечных лучей. В таком случае капли воды, которые остаются на листьях, они не будут работать как линзы. Ну а если у вас стоит капельный полив, то время полива роли не имеет. Вода сразу поступает к каждому кустику индивидуально и никак не влияет. Четвертое, что мы должны сделать сейчас, именно сейчас, когда клубника цветет, это мульчирование. Кто-то мульчирует агротекстилем, кто-то спонбондом, пленкой, любыми материалами. Я даже видела линолеумом замульчированные грядки. Но я в свое время перепробовала самые разные типы мульчи, разные способы. Я мульчировала и пленкой, и спонбондом, и отпилками, и даже дощечками, подпорками. Но лучше всего клубника себя чувствовала на обыкновенной соломе. И если честно, по сравнению и с агротекстилем, и со спонбондом, это самый экологичный и самый безопасный, безотходный способ мульчирования. Все-таки и спонбонд, и агротекстиль – это пластика, а это все натуральное. Мульчируя клубнику соломой, я заметила следующее. Во-первых, солома прекрасно пропускает воду, растворы удобрений, воздух, почва дышит. При этом, что немаловажно, она не перегревается. Основная проблема черных мульчирующих материалов в том, что пока кусты молодые, или если кусты посажены разреженно, и листва не смыкаются, это перегревание почвы. Да, она будет влажная, но она будет горячая. А при температуре выше плюс 25, корневая система, при температуре почвы плюс 25 и выше, корневая система работает плохо. Не приспособлена наша клубника к таким адским температурам. Солома же, в отличие от синтетических мульчирующих материалов, не дает почве перегреваться, не дает ей переувлажняться и пересыхать. И, вы знаете, у меня было опасение, когда я первый раз мульчировала соломой свою клубнику, что ее будет разносить ветром, и у меня весь участок будет запорошен соломой. И каково же было мое удивление, когда, во-первых, соломы не было нигде вокруг, а потом она вдруг исчезла и на грядках. Нам оставались маленькие вот такие вот соломинки лежащие. Куда она делась? Оказывается, почти всю солому утащили в почву дождевые черви. Я заметила, кое-где из земли торчащие соломинки, и когда я их вытягивала, там была норка с таким шикарным мизинец толщиной, червем выползком. Благодаря вот этому регулярному мульчированию, вот почва здесь у нас тяжелый такой суглинок, почва стала намного рыхлее. То есть идет еще и улучшение структуры почвы. Ну и, наконец, очень важное наблюдение. На грядках, которые были замульчированы соломой, было очень мало, практически исчезла серая гниль, и слезняки на солому не заползали, или заползали, но крайне неохотно. Слой соломистой мульчи должен быть не менее 10 сантиметров. Она потом еще немножко осядет, можно будет добавить. И, кстати, многие спрашивают, можно ли мульчировать посадки скошенной травой. Свежескошенной? Нет, однозначно. Она влажная, она преет, она способствует распространению гнилей. А вот подсушенный до состояния сена – да. Но все равно она будет хуже, чем солома. Пятое – стимуляция, подкормка, защита. Эти три очень важные операции можно даже в чем-то совместить. Стимуляции. Растения после заморозков требуют поддержки. Возьмите любой биостимулятор. Это может быть эпин, фитовитал, циркон. Вот я, например, предпочитаю после заморозков использовать циркон, потому что у него действие, как говорится, два в одном. С одной стороны, он поддерживает жизненные силы растения, делает более активным фотосинтез, обмен веществ, и в то же время он индуктор цветения и завязывания. То есть, обработав свои посадки клубники цирконом, мы не только поможем растению восстановиться после подмерзания, но и простимулируем завязываемость ягод, подкормки. Сейчас растению нужны и азот, и фосфор, и калий, и микроэлементы. И в первую очередь это, конечно же, бор. Бор является очень важным микроэлементом, который помогает правильно пройти процессу оплодотворения, оплодотворения и, соответственно, завязывания. Без него, особенно в сложных погодных условиях, при отсутствии или недостатке опылителей, завязываемость будет очень малая. А для клубники и для малины, кстати, тоже, у которых каждое соплодие – это результат работы целой группы цветков, где важно, чтобы каждый цветочек маленький был опылён, очень и очень важно. Можно использовать борную кислоту отдельно, а можно в составе удобрений. Я очень люблю свой любимый кристаллон. Можно брать кристаллон зелёный, если растения подмёрзли и отстают в росте, или же были недавно пересажены. У меня вот такие товарищи есть. Вот для них зелёный кристаллон будет, пожалуй, оптимальным вариантом, потому что он поможет и нарастить необходимую зелёную вегетативную массу. Если же кусты мощные, хорошо развитые, то здесь можно остановиться на кристаллоне жёлтом с пониженным содержанием азота, чтобы все силы растения в первую очередь бросало на развитие завязей, на плодоношение, на цветение. И обработки, подкормки я вот сейчас всё-таки предпочитаю делать по листу. Это наиболее эффективный способ подкормки. Очень быстро работает и очень маленький расход самого удобрения. И, наконец, защита. Сейчас клубника цветёт. Одновременно можно увидеть бутончики, завязь, крупную хорошую завязь, а буквально через неделю мы увидим уже и почти сформировавшиеся ягоды. И, естественно, никакой химии здесь быть не должно. И наш выбор остаётся только за биопрепаратами. В первую очередь это биопрепараты на основе триходермы. Это лучший выбор для защиты от серой гнили. Серая гниль – это бич наших клубничных грядок. И сенная палочка. А если вы возьмёте сенную палочку с гидрогуматами, то вы одновременно совместите и защиту, и подкормку растений. Это очень эффективно. Что же касается вредителей? Пожалуй, это тот случай, когда нам придётся немножко с вредителями всё-таки объявить перемирие. Дело в том, что даже у нашего любимого фитоверма есть период ожидания. На участках, как мы все знаем, там, где есть клубника, там обычно есть маленькие дети, которые эту клубнику любят, и они регулярно проводят ревизии на этих грядках. Если у вас именно такой случай, то, пожалуй, стоит даже от фитоверма отказаться, если вы каждый день собираете ягоду. Но если вы уезжаете на рабочие дни, в будние дни, если хотя бы есть 2-3 дня между сборами ягод, а вредители у вас появились, появились долгоносики, появились какие-то непонятные насекомые, листовёртки, листогрызы, то да, в таком случае вам поможет фитоверм, вам поможет профит-антивредитель. Главное, помните, обрабатывать биопрепаратами вечером, когда солнце заходит, и обязательно со всех сторон листа. И обязательно выдерживайте небольшой хотя бы срок ожидания, потому что биопрепараты у некоторых людей, хотя они считаются абсолютно безвредными, могут вызвать небольшие аллергические, не очень приятные реакции. Сейчас я обработаю свою клубнику цирконом, потому что, к сожалению, вот ей действительно не повезло с заморсками. И у нас самые лучшие, самые лучшие королевские цветки, к сожалению, подмёрзли. Строго соблюдаем инструкцию по применению. Маленькая ампулка, здесь 1 мл, он идёт на 10 литров. Но когда у вас небольшая плантация, вы скажете, зачем нам столько, вот 10 литров, это же не хватит, то либо вы обрабатываете остальные растения, либо есть вариант, при помощи шприца, обычного одноразового шприца, рассчитать, сколько вам надо на ваш объём препарата, допустим, на 1 литр. То есть вы отбираете буквально 1 десятую кубика. И делаете ровно на то количество, которое вам нужно, на 1 литр. Вот мне столько и надо. Если в вашем удобрении нет бора, то его можно вносить отдельно в виде борной кислоты либо борного спирта. Я предпочитаю борную кислоту в виде порошка. Здесь идёт всего 5 грамм, вот на клубнику, на другие плодовые ягодные культуры, 5 грамм на 10 литров воды. Это получается 0,05% всего лишь. То есть даже вот такого микроскопического количества хватит для того, чтобы клубника хорошо завязалась. И не только клубника. Борная кислота, бор хорошо идёт и для завязывания. Помидор, огурцов, баклажан, особенно помидоры, реагирует на обработку бором. Но я буду использовать свой любимый кристаллон. Я с ним работаю уже не один год. Он хорошо себя зарекомендовал. И у нас здесь пойдёт подкормочка. Буквально 20 грамм на 5 литров воды. 20 грамм – это столовая ложка с небольшой горкой. Итак, краткий план ухода за клубникой во время цветения. Первое. Пропалываем тщательно. Второе. Выравниваем почву и подсыпаем в случае необходимости торф либо компост. Третье. Поливаем не менее 20 литров воды на метр квадратный, если почва лёгкая и у вас давно не было дождей. Четвёртое. Мульчируем. Для меня оптимальная мульча – это толстый слой соломы не менее 10 сантиметров толщиной. Солома защищает от пересыхания. Пятое. Это стимуляция, подкормка и защита. Для стимуляции, особенно после заморозков, лучше использовать цирком. Но также хорошо подойдёт фитовитал, эпин и другие биостимуляторы. Для подкормок используйте комплексные удобрения с азотом, фосфором, калием и обязательно микроэлементами, такими как бор в первую очередь. И защита. Во время цветения нельзя использовать серьёзные химические препараты. Берём биопрепараты на основе триходермы, она спасает от серой гнили, или сенной палочки. Можно использовать сенную палочку с гидрогуматами. От вредителей профит-антивредитель алибо-битокси-бацилин-фитоверм. Но помните о сроках ожидания. Если вы сделаете всё в этом порядке, то клубника у вас будет действительно с шикарным урожаем. Да, чуть не забыла. А лучшим способом защиты от птиц нашей клубники является сетка. Главное, размещать её на дугах, чтобы она не лежала на поверхности листьев и не мешала клубнике расти. Потому что кричалки, к сожалению, больше действуют на нерву хозяевам и соседям, нежели птицам. Процветания вам и вашей клубники. Смотрите наши ролики, ставьте лайки и до новых встреч. С вами была Юлия Кондратёнок. Субтитры создавал DimaTorzok